Каждый день, читая газеты, включая на мгновение телевизия, вижу подтверждение одного и того же пришествия, одной и той же беды, приоритета техники и технологий над этикой. Ленин осуществил технологические сломы в нравственно-неподготовленной стране. Гитлер понял, что это в принципе возможно в стране Достоевского и Толстого, и повторил эксперимент в стране Баха и Гёте, заменив понятие борьбы классовой на борьбу национальной. Интернет дал возможность любому человеку совершать нравственные преступления, не отвечая за содеянные. Технология настолько опередила сознание, что наступил в величайшем мире кризис, война между несформированным уровнем нравственного сознания человека и безграничными возможностями управляемых им систем. Гуманитарные, гуманистические принципы окончательно проиграли войну за приоритеты. Это цитата из материала, который называется «Убить человека», газета «Вечерний Петербург», 24 сентября, пятница. Автор материала Михаил Козинник. Михаил Семенович, в нашей студии, здравствуйте. Здравствуйте. Мрачный прогноз. Гуманитарные, гуманистические принципы окончательно проиграли войну за приоритеты. Нет просвета? Переди апокалипсис. Знаете, я иногда пользуюсь приемами театральными и философов, создаю ситуацию, при которой кажется, что нет выхода, только для того, чтобы человек сказал «нет, не может быть, будем искать». Потому что, если я скажу «выход есть», давайте так спокойно, не торопясь, спокойно поищем, это плохо, это страшно. Есть ситуация, в которой нужно, как говорил Станиславский, открыть текст. Понимаете, вот мы прочли сначала, все благополучно, а когда раскрываешь текст, видишь «нет». Когда вы раскрываете Моцарта и Сальери, и читаете начало, когда Сальери говорит «все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше», мы читаем это спокойно, для меня так это ясно, как простая гамма. А если бы мы слушались, вчитались, ведь пьеса или маленькая трагедия Пушкина начинается с того, что Сальери признается в том, что он потерял Бога, он потерял веру в Бога. А если Бога нет, все дозволено, говорит Достоевский. Пьеса начинается с того, с чем у Шекспира она обычно кончается. То есть, представляете, что делать дальше? Она начинается с кульминации. Один из двух героев маленькой трагедии говорит, что Бога нет. А это значит, что все дозволено. Поэтому приходят к убеждению о том, что можно убить Моцарта, раз Бога нет. Отсюда выйдет весь Достоевский. Поэтому вот эта субъективность, эта попытка сказать страшно, выхода нет. Это один из способов подстегнуть всех мыслящих людей. Я в каждой статье в вечернем Петербурге в пятницу это делаю. Вы этим занимаетесь давно и небезуспешно. Я позволю пару слов о вас сказать для тех, кто, может быть, с вами пока еще не знаком. Михаил Козинник. Советский и российский скрипач, общественный деятель, искусствовед, профессор Драматического института Стокгольма и высшей школы бизнеса Скандинавии, исследователь в области музыкотерапии, режиссер и актер Стокгольмского театра, театр-студио Ледерман, автор статей и исследований по вопросу музыкального восприятия. И все это вы. Где вы большую часть жизни, Михаил Васильевич, проводите? В Стокгольме или в Петербурге? Вы знаете, я большую часть жизни сейчас провожу в России, в Украине, в Молдавии. Даже немножко, несмотря на все трудности, в Белоруссии. Хорошо, тогда меньшую часть вашей жизни. Меньшую часть жизни в Стокгольме. Знаете почему? Мне многое удалось сделать в Стокгольме. И театр особый, который люди записывали за год до спектакля, чтобы купить билет. Очередь годовой длины стояла. И действительно, и высшая школа бизнеса, я преподавал топ-менеджерам. Это Тетропак, это Эриксон, это все мои студенты, так называемые, высшее, истеблишмент. Это я все делал и делал, и делал. Но понимаете, у меня все время мысль. Все равно там сравнительно все хорошо. Они все равно будут ездить по хорошим дорогам, в нормальных машинах, приезжать в свои нормальные дома, квартиры, полисадники. Будут сидеть и пить какой-нибудь глек в красивом месте, в красивых скамейках. В красивом бокале. Все будет хорошо, да. И вот все-таки я все время чувствую, что я должен быть там, где неблагополучно, там, где больно. Я всю жизнь, все советские годы привык сражаться. Как-то, что-то, за кого-то, за каждую душу, за каждого человека. Я понимаю. Ну еще один раз выступлю, ну еще раз там поговорю. Опять скажут, ой, как интересно, фантастиська. Они говорят, фантастичный вы человек, и так хорошо с вами. И очереди на концерты, и на спектакли. Нет, я хочу сюда. И потому, что я чувствую катастрофу. Помните, блажен, кто посетил все мир в его минуты роковые. Каковы эти ощущения? Давайте поподробнее. Вы сказали, вы, я чувствую катастрофу. Что это значит? А это значит, что вот эта система злых сил, существовавшая с поколением в поколение, после 17-го, после ГУЛАГа, после двух гигантских заходов ГУЛАГа, 37-й, 48-й, начинает ощущаться генетический провал. Потому что, вот, вы когда-нибудь бывали на Колыме, видели вот эти непохороненные кости в районе вечной мерзации? Я очень многим новым русским советую, перестаньте ездить все время на Лазурный берег, один раз потратите деньги и поедите на Колыму. Просто пройдите, вы увидите кости просветителей, русской интеллигенции, русской культуры, купцов, которые давали деньги художникам, театрам, актерам и так далее. А не вот этим попсовикам. Посмотрите, что держалось в России. Я в первой встрече, вот, с Женей, когда-то здесь же, привел ему пример, что в 1912 году девочка, прессионерка гимназии Ржевской, обращалась к дядюшке с просьбой показать, что на медальоне. Дядюшка открыл медальон, там четыре ноты. Соль, диэсси, фа, диэссми. А девочка говорит, я знаю, что здесь написано. Здесь я люблю вас. И эта девочка в гимназии, 12-летняя, увидала эти ноты, прочитала их. Та-та-та-та-та. Сразу вспомнила. Евгений Онегин, Чайковский, по роману Пушкина. Вот так учили эту девочку в России. Нормальной гимназии. Нормальной. И как надо же научить мальчика, который подойдет к этой девочке, который завоюет ее сердце и создает семью. Никакими штанами, никакими дискотеками здесь не поможешь. Сейчас идет обратный процесс. То есть, мало того, что идут жертвы постгулаговские, жертвы стелекции, невиданной в истории человечества, развязанной в истории человечества. И сколько-то замечательных людей уехало в 70-е, 80-е, 90-е годы. Ученых, мыслителей, философов, поэтов, врачей, музыкантов. Но страшнее всего другое. С теми, кто остались, пытаются довершить эксперимент. Теперь гулаг нравственный, гулаг духовный. Как можно? Как можно на всех каналах крутить то, что крутят? Показывать то, что показывают? Как можно рассказывать о том, как женятся и выходят замуж, и каких любовниц содержат попсовики? Что это? Где Моцарт? Что в газетах? Что в масс-медиа? Вы знаете, я очень много на Западе говорю о величии русской культуры. И когда ко мне приходят шведы в гости домой, у меня очень много друзей среди писателей, нейрохирургов, ученых, они говорят, включи, пожалуйста, свой телевизор. Хоть на секунду мы посмотрим эту великую русскую культуру. А я говорю, у меня спутник сгорел, друзья, как раз перед вашим приходом. То есть вам стыдно? Мне стыдно, жутко стыдно. Потому что никто не поверит в этот ужас. Что вот эта Россия, та самая Россия, с той самой гимназией, когда мы Бога за бороду взяли, с той самой духовностью, невиданной духовностью. Понимаете, вдруг превращается в такое. Подаривший миру такую культуру. Михаил Васильевич, а когда все это началось, по-вашему? Сейчас, по-моему, как раз-таки некая годовщина того самого философского парохода. Первого судна, когда большевики согнали всю интеллигенцию на несколько пароходов и отправили их прямиком туда, туда, где они могут жить, где они будут мешать. По-моему, это был первый, наверное, единственный, может быть, пример такого рода. Избавление от собственных мозгов. Вот сейчас говорят, утечка мозгов. Но не началась ли эта утечка именно тогда? Это риторический вопрос, конечно же, Алексей. Она началась именно тогда, когда Ленин совершенно сознательно это сделал. Причем, более того, сознательно он продумывал этот вопрос намного раньше, когда он читал Прудона, Кампанеллу. Потому что город солнца Томаса Мора, город счастья, утопия, да, могла существовать при одном условии, говорит, и Томас Мора и Кампанелла, каждый по-разному. Нужно не пустить в этот город людей искусства, мыслящих. Нужно перед воротами у каждого устраивать экзамен. Если вы чувствуете, что этот человек мыслит, что он поэт, что он художник, что он философ, что он музыкант, гнать в этом городе все люди должны быть равны. Они должны быть оскоплены. Они должны слушаться указаний центра. Они должны верить в единую партию, в единую группу, в единую страну, в единомыслие. Помните о ведении единомыслия в России? То есть вот эта вечная мечта. Вот в России всегда сражалось два начала. Какой-то великий, свободолюбивый дух великого народа, который все время порождал русскую интеллигенцию, высшее понятие, которое существовало на земле, с одной стороны, а с другой стороны, вот это дикое рабское мышление, создание толпы, которое должна перевесить. Помните, что сказал Бердяев? Он сказал, кому и в каком кошмарном сне могло придать голову, что большинство права. Вот. Михаил Козинник здесь на ФМТВ сегодня, 346-104-8. Это телефон для ваших обращений и вопросов. Михаил Семенович, но все-таки есть будущее в России? При одном условии. Я сейчас об этом кричу на всех углах и пытаюсь сделать конкретные шаги. Нужно срочно ломать школу, перестроить школу, потому что школа настолько больна, что мне просто страшно. И тот самый фильм Герники, да, или как его зовут, да? Гай, да-да-да. Да-да-да. Германия. Географию Португалии. Потом он, ну, потом в этот же класс заходит учитель истории. Рассказывает про историю Франции в 17 веке. После этого заходит учитель музыки, рассказывает про венских классиков. После этого и так далее, и так далее. Угадайте, на каком уроке ребенок забудет географию Португалии? Навсегда. На первом же. На первом же. Потому что на втором будет история такая же ненужная ему, как география Португалии. Вы помните полезные ископаемые, которые есть в Португалии, нет? Уголь есть. Да, ну уголь. Вот все, что осталось от географии, да? А у вас, наверное, была пятерка. У меня пятерка, но я даже этого не помню. Раньше четыре. Четыре вы читаете. Четыре. Ну, тоже хорошо, четыре, да? В чем дело? Это клиповая школа. Клиповое сознание. Понимаете? В чем смысл я хочу ввести? Какую школу я хочу увидеть? Школу единого комплексного урока. А что это значит? А вот что. Представьте себе. Зал, не класс. 17-летние подростки. Неделя урок, который называется Норвегия. Пять педагогов. Они готовились к этому уроку вместе. Как актеры в театре. Первый начинает географ. Показывает географию. Показывает карту и говорит, посмотрите на странную страну. Смотрите, как она вся изрезана. Коммуникативности не могло быть. Два брата не могли встретиться друг с другом. 500 километров в одну сторону, 500 в другую. Фьорд. Гигантская трещина в планете. Невозможно коммуницировать. Они коммуницировать. Они были отдельные, отдельные. Эгоисты. Маленькие эгоисты. Каждый сражался за свою жизнь. И вот появились тоннели, появились поезда, появилась техника. И вдруг норвежцы поняли, Норвеги, что они единый народ. И в кратчайший срок только два народа в мире. Так понялись русские и Норвеги. Русские не знали ни эпохи Возрождения, ни средневековых академий, ни античной культуры, ничего. И вдруг Петр открыл окно, посмотрели, сначала поподражали чуть-чуть, да? И вдруг художники, поэты. Уже через сто лет появляется Достоевский. Уже появляется Гоголь, на котором строится вся литература 20 века. Появляется Мусорский, который открыл новые пути в музыке. Понимаете? Появляется Чайковский, от которого плачет вся планета. И так далее. Все это за кратчайший срок. То же самое у норвегов. Как только они встретились, все братья, все сестры поняли, кто они. В кратчайший срок Ипсен, Пергюнд, антифауст. Гениальный, да? В кратчайший срок Гамсун. В кратчайший срок музыка Гринг. То есть начинается гигантское развитие. Мунг, живопись, да? Как? А каждый раз, когда я говорю сейчас, это вступают учителя. Понимаете? Учитель музыки, учитель литературы, идея Пергюнта. То есть речь о комплексном уроке, о принципе мышления. Тогда Норвегия останется навсегда. Давайте мы продолжим эти норвежско-русские параллели. И вы совершенно правильно заметили о тоннелях, о том, что два норвега имеют маленький шанс постричаться, поскольку разделены. Да. Но вам, наверное, известно, вы там бывали, скажем, норвежские тоннели длиной в 46 километров, которые по фьорду вот так вот спирали спускают. Я знаю, все проехал, выступал во всех школах. Михаил Семенович, я вот к чему. Скажем, норвегам для того, чтобы два брата встретились по вашей же аллегории, пришлось рубить этот самый тоннель, пусть даже спиралевидный внутри фьорда. Русским братьям для того, чтобы встретиться, нужно преодолевать немножко другие расстояния, которые называются сотнями, а может быть тысячами километров. Наша страна большая. Причем, как только наши братья встречаются, вдруг находится кто-то, кто очень хочет их поссорить. И зачастую это этому эмирайку, да, удается. Так мы с норвегами скорее братья или наоборот? Получится у нас когда-нибудь? Или уже все? Вот как раз вы хорошую аналогию провели. У норвегов не удается никому ничего поссорить. Наоборот, соединяются, соединяются и превратились в одну из богатейших, если не богатейшую страну мира, с высочайшим уровнем жизни. А нас все время удается поссорить. Что? В чем дело? Тот, кто стремится поссорить, очень силен. Или мы слабоваты, или у нас не хватает чувства юмора, нам не хватает времени и сил посмеяться над системой, над дворами, пограбившими страну, над людьми, уничтожившими культуру. Нам не хватает времени. Понимаете, почему я говорю посмеяться? Да потому что даже в великих традициях русской культуры всегда было чувство юмора. Помните, когда Билинский сказал, что Евгений Онегин анциславия перед русской жизнью? Да глупости это. Это великая юмореска. Весь Евгений Онегин, это грандиозная олимпийская игра с богами, шутка, юмор. Татьяна русская душой пишет Онегину, я пью волшебный яд желаний. Это откуда она себя сдерлала? Что ли, мама ее научила? Или няня Филиппина там, в деревне? Да нет, она книжек начиталась. Все ее письмо Пушкин пишет же об этом. Он смеется, он веселится. Он очень любит Татьяну, но знает, что у нее два варианта речи. Или крепостные, уж как по мосту-мосточку, или книжки Ричарсона, которые она читала. Вот она из книжек-то письмой соорудила. Понимаете? А, Ленской. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Это что? Это пародия на плохую поэзию. То есть, вся, весь грандиозный роман, это колоссальная, гениальная пародия на самих себя. Пушкин научил нас смотреть так. А Гоголь, помните, Чичиков, не толстый, не тонкий, не старый, не молодой, не въехал. А доедет карета, не доедет. Да, вы сейчас просто перечислите всех тех уникальных людей, которые, естественно, входят в нашу культурную копилку, в наш культурный багаж. И что, это единственные люди в России, которые обладали чувством юмора, по-вашему? Это были люди, которые обладали чувством юмора по отношению к системе, а не к отдельным представителям этой системы. Когда мы видим всю череду помещиков в мертвых душах, мы понимаем, что Гоголь вывел космос страны. Он показал разные варианты. Вспомните, когда он к Манилову приезжает, Манилов, Лизонька, пансион, пианино, приятнейший человек, приятнейший. Приятнейший, майский день, слышите, ай, я, а потом катастрофа, слом, помните? И вдруг попадает, говорит, Манилов живет, Манилова здесь нет, а что есть? Свинин, Хрюшин, Прушин, а, значит, попали в другой мир. Уже появляется Настасья Коробочка, и нужно спину смазывать кипидаром и свиным салом. То есть, смотрите, даже мы видим Россию, музыкальные образы, каждый из героев, поэтому поэма, кстати, поэтому поэма. Не потому, что там есть лирические отступления, они займут всего 10%. Поэма, потому что каждый помещик и все вместе, это грандиозный свод в действительности того времени. Это космос российский. А Ноздрев, смотрите сразу, а Собакевич, а прокурор и так далее, смерть прокурора, похорон и так далее. А сам Чичиков с его шкатулкой, с тем, что он никто, не въехал ни туда, ни сюда, сон сплошной, сон России. Это же показано, это же идея, где они? И вот они пропали. Они пропали, и некому сейчас показать Россию с юмором, чтобы улыбнуться, потому что юмора боится даже тот, кто уже ничего не боится. Скажите, ну неужели в современной отечественной культуре нет тех людей, которые бы отвечали тем самым высоким меркам, о которых мы вот тут уже говорим? Может быть, они и есть, но я их не вижу. Юмор превратился в юмор ниже пояса. Когда-то в очень важные годы появлялись такие даже замечательные люди, как Булгаков, Ильфа Петров, Зощенко. Потом даже Жванецкий в какие-то годы, он был удивительным человеком, невероятным. Он читаешь его и думаешь, неужели это возможно, неужели это напечатано? А сейчас я не могу, я с нетерпением жду таких людей. Я думаю, что он появится, восстанет, и он покажет России самое себя, когда она себя увидит, как в прямом зеркале, как Достоевский в бесах показал все будущее, как Достоевский показал Раскольникову, что это коммунист-фашист, потому что убивая старуху, он совершает социалистическую революцию, старуха-то проценчится. А с другой стороны, путь, которым он идет, это фашистский путь, я как сверхчеловек имею право приступить через кровь. Смотрите, он подготовил Достоевский нас к тому, что Раскольников коммунист-фашист, он подготовил, что это будет то же самое. Он как великий пророк, а мы, а где наше понимание этого всего? Хорошо, а если сравнить, скажем так, мне кажется все-таки, что культура везде, во всем мире, в довольно стесненных условиях, может только и развиваться. У нас, скажем, они, эти самые условия, более нестесненные, чем в других странах мира. Почему? У нас культура и условия, стесненные прежде всего, потому что мы, к сожалению, не знали эпохи Возрождения. С другой стороны, у нас всегда общественное сознание резко отставало от вот этого сознания гениев, от сознания элиты, интеллигенции. У нас слишком много шариковых. Николай Иванович, в чем вы видите, скажем так, свою миссию вот в той сложной ситуации, которую мы здесь и писали? Ну, вы знаете, вот немножко странно, когда вы определяли мои там достоинства, мой список всего, вы рассказали о Швеции, да. Мы создали 64 фильма, мастерской Шатхана, которые ТВ-центр показывал для российских русских ночью, в 3 часа ночи, а для русских, живущих за пределами России, в субботу самое рейтинговое время. Поэтому я получаю огромное количество писем от русских со всего мира, с приглашениями во все страны, и очень мало, потому что мне русские пишут, а нам надо детям спички в глаза вставлять, потому что это хамство, и так далее. У Шатхана мы сделали эти фильмы, с Натальей Кугашовой сделали 64 фильма через всю мировую культуру. Сколько я там всего наговорил, сколько всего сделано, где они сняты. Мы столько работали для того, чтобы их показать ночью в 3 часа ночи, а в 11 часов вечера в 10, что они показывали? Посмотрите программы ТВ-центр того времени. То есть нужно людям переждать всю мерзость, всю грязь, всю бессмыслицу, для того, чтобы в 3 часа ночи посмотреть эффект Баха, эффект Экзюпери, эффект детства, эффект оперы, эффект Моцарта, эффект Шуберта. Я написал, я каждое воскресенье выхожу в эфир серебряного дождя. У меня миллионы слушателей по стране. В Питере-то у вас нет серебряного дождя, да? Даже здесь смотреть по компьютеру через silver.ru. Я же их вижу. Я с ними общаюсь напрямую. У меня построена студия, у меня в Стокгольме. Когда меня нет, я оставляю программы. Я выхожу дважды в эфир радиостанции Орфей, главного музыкального канала России. Меня слушают миллионы людей, но не в прайм-тайм, не в рейтинговое время. И, видимо, все-таки это количество людей маловато для того, чтобы немножко перетянуть шариковщину, для того, чтобы вот эти просветители пошли в народ. Посмотрите сейчас мои статьи каждые пятницы в вечернем Петербурге, да? Они каждый раз об остром, о самом главном. Есть ответы, отзывы. Комментариев так мало. Да, по поводу отзывов и ответов. Каковы они на вашу работу? Они очень сильные, очень положительные. Вот посмотрите, я написал в Питере, мне негде было больше писать о том, что в Челябинске хотят сломать Орган, о том, что Орган хотят сломать в Украине, в Харькове. И мне же пишут оттуда, мои поклонники, мои слушатели. Я поднял такой шум, и статья эта, и переслали ее всюду, и всюду. Знаете, в Челябинске приостановили, в Харькове не ломают, да? Я получил письмо от губернатора Челябинска, пишут, мы вас любим, жители Челябинской области ждут вас на гастроли. Пожалуйста, мы не тронем Органа, только не обостряйте у нас и так, сейчас сложная обстановка. Вот мы, наверное, свешно приняли решение, пока мы не решим вопрос переноса, пока не построим здание акустически, не продумаем, вообще ничего не будем делать. Я пишу, не ломайте Органы, вы уже слишком много сломали, не выламывайте из православия теперь Орган. Потому что в Псалме написано, что во славе Бога на Органах, на гуслях, на всем. Чего же вы вдруг Орган из Бога выбросили? Гусли оставили? И так далее. Так что статьи имеют резонанс. Они здесь печатаются в зоне, вы знаете, в зоне Петербурга. Но питерцы почти не отвечают. Мне пишут из Камчатки, там, реакция. Реакция идет из Москвы, реакция идет из Казахстана, откуда угодно. Вот я наблюдаю, кто же реагирует на это. Питерцы молчат. У меня такое ощущение, что Питер для меня это только стартовая площадка, это мой родной город. Ну, я как будто бы в трубу все направляю, в трубу, в пустоту, как кудак. Я стараюсь писать все сильнее, сильнее, сильнее. Поднимать вопросы школы, поднимать вопросы нравственности, канта, философии, идеи, культуры, красоты, смерти, жизни, политики, музыки, поэзии, литературы. Пустота. Где эти университеты, академия, профессоры? Где они, которые спорят, согласны, не согласны? Они молчат. Где они все? Михаил Семенович, ну, мы по мере наших возможностей будем думать о том, чтобы давать вам слово почаще. Думаю, что реакции последуют уже после сегодняшнего эфира. И спасибо. Спасибо вам за вашу деятельность. Спасибо за вечерний Петербург по пятницам. Буду знакомиться, обещаю, с вашими статьями там. Михаил Козинник был сегодня здесь на ФМТВ. Спасибо вам. Я, Александр Алексеевич, прощаюсь с вами. До новых встреч. Спасибо. До свидания.